У нас в стране есть множество коррупционных кормушек и схем, но это тихая заводь взяточников, которые редко интересуются правоохранители и журналисты, хотя там зарабатывают колоссальные деньги. Это система получения инвалидности. Сейчас в Украине почти 3 миллиона человек имеют справку об инвалидности. За последние годы их количество увеличилось, и это понятно, в стране война. Но, вот проблема, даже атошнику с серьезным увечьем не всегда удается получить статус без взятки. А вполне здоровые чиновники при деньгах легко оформляют нужную группу. О системе на коррупционных костылях смотрите материал наших корреспондентов. Коррупционная кормушка с неограниченными возможностями. Вот видно по лицу, что вот ждут денег. Система с ампутированной совестью и слишком хорошим денежным аппетитом. Схема получения инвалидности – механизм, доставшийся нам еще от советских времен, но сейчас приправленный безнаказанностью. Чтобы оформить справку об инвалидности, человеку нужно пройти бюрократическую круговерть. Или же дать взятку. Система такая. Больному сначала нужно получить диагноз у врача. Потом доказать его в медико-социальной экспертизе. Ведомство, которое и выдает справки. Людей успешно могут отбирать и там, и там. Это фото из Запорожья. Месяц назад полиция поймала за отделением больницы. Доктор продавала липовых справок об инвалидности на 36 тысяч гривен. Но этот случай, скорее, не исключение. В основном врачи остаются непойманными. Парамедик Елена Масичук первую контузию получила еще в 14-м в зоне АТО. Но не уехала. Осталась на фронте. После чего были еще две контузии. Мне сделали МРТ головы, спины. То есть обнаружили, что у меня повреждение мозга, нервов. У меня трещины в позвоночнике, у меня трещины в тазе. То есть война дала свое. Врачи сразу установили, это вторая группа инвалидности. Можно оформлять. Но МСЭК отказала. Традиционно не хватило подтверждений. При этом Елене сразу сделали предложение заплатить так называемый волонтерский взнос. Однако денег у девушки не оказалось. И в итоге ее признали здоровой. Свою третью группу Вячеслав Кирис заработал еще на службе в Советской Армии. И оформил статус инвалида только шесть лет назад. Именно тогда и узнал, что справку об инвалидности можно банально купить. Меня требовали, но требовали через других представленных людей. И то, что извинувачивать напрямую работников МСЭК неможливо. И на этом зарабатывают целые состояния. За забором черкасская медико-социальная экспертиза. Претенденты на инвалидность приходят за одобрением именно сюда. МСЭК хоть и не режимный объект, но попасть внутрь крайне сложно. Пропускают только по предварительной записи. Этот мужчина привез жену на комиссию, а сам вынужден ждать под забором. Я должен ждать два часа, четыре часа вот так ходить и блокировать. Нашему визиту сотрудники МСЭК тоже не рады. Даже вызвали полицию. Мы хотим до вас пройти. Я не могу вас пропустить? У нас идет прием? Мы хотим подивиться, как у вас идет прием. Нет, вы не имеете права. Это конфиденциальная информация. На территорию комиссии мы попадаем как раз с патрульными. Руководство экспертизы не оказалось. Персонал комментировать что-либо отказался. Сказали только, что отгородились в целях личной безопасности. Почему такие учреждения охраняют не хуже режимных объектов? Эксперты объясняют довольно просто. Выдача справок об инвалидности любит тишину. Держава не хочет использовать бюджетные гроши, социальные гроши, Министерство социального на доплату и компенсацию. Это первое. А второе, эти затруднения, скажем так, можно использовать для разных способов отримания грошей тем, кто это делает. Коррупция в медицине пустила метастазы. Статус инвалида получают совершенно здоровые люди. Прежде всего, это все силовые структуры. Это все прошлые и теперешние чиновники, особенно полиция, бывшая милиция. Немало и прокуратуры, немало и чиновников местных, которые в обл. администрации или в городской администрации являются инвалидами высоких групп. Зазвучается другая группа инвалидности. Она дает большую количество пельг. Все могут королям, точнее прокурорам. 100 тысяч гривен в год. Такую помощь от государства уже три года получает черкасский прокурор Александр Кожушка. А все потому, что, как он сам утверждает, инвалид. Кожушка обзавелся элитной недвижимостью и меняет авто премиум класс. В том, что справка об инвалидности Липова заподозрили местные СМИ. Сам Кожушка утверждает, все богатства – наследство от деда. А за что получил инвалидность, предпочел оставить в тайне. Чтобы купить инвалидность, увечья не нужно. Достаточно иметь деньги. Минимум 1000 долларов. Сумма зависит от группы. Чем выше группа, тем больше льгот. В наборе ежемесячная пенсия. Бронеотвольнение на работе, бесплатное медобслуживание и проезд в транспорте. Льготы при поступлении в вузы и налогообложения. Очень важная пенсия, на мою думку, это компенсация человекам 50% от сплаты за коммунальные послуги. Получается быть в Украине инвалидом невыгодным. Точнее, здоровым псевдоинвалидом. А вот те, кто действительно нуждаются в помощи, должны отбивать пороги чиновников, увертываясь от коррупционных ловушек. Любовь куклы Станислав Кухарчук, Геннадий Аникенко и Павел Тимошенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжение следует...